Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и сегодня мы поговорим о недельной главе Торы ЦАВ. В ней Аарон и Сыновья получают дополнительные указания о храмовой службе. Пепел жертвы всесожжения Ола, который горит на жертвеннике всю ночь до утра, Коген должен удалить за пределы стана, сменив предварительно свои священные одежды на более простые. Жертву Ола приносят те, кто забыл выполнить заповедь Торы. Коину достается шкура жертвенного животного. Огонь должен постоянно гореть на жертвеннике. Далее описан порядок принесения хлебного дара Корбан Минха. Его горсть сжигают на жертвеннике, а оставшуюся часть съедают коины, не дав ей закваситься. Описаны специальные жертвоприношения, которые должны совершать каждый день со дня своего помазывания Аарон и его сыновья, а также все будущие Когены. Приведены детали грехосвящительной жертвы Хатат, которые приносили для искупления преднамеренной ошибки в соблюдении заповеди повинной жертвы Ашам, различных мирных жертв Шламим. Когда жертва становилась ритуально нечистой, ее нельзя было есть и полагалось сжечь. Тора запрещают употреблять в пищу кровь и определенные виды животных жиров хелев. От каждой мирной жертвы Аарон и его сыновья получали грудину и правую голень. В конце раздела описана церемония помазывания Аарона и сыновей и освящения Мишкана и его утвари. Дорогие друзья, эта глава тоже целиком посвящена жертвоприношению. В наше время, ввиду отсутствия храма, жертвоприношения, как и другие виды храмового служения, не могут совершаться. Однако некоторые законы, касающиеся жертвоприношений, породили обычаи, соблюдаемые и сегодня. Например, в детстве я часто слышал от моей бабушки Зихрона Левраха, что нельзя сидеть на столе, потому что стол подобен жертвеннику. И, следовательно, к нему надо по-особому относиться. Почему же стол сравнивается с жертвенником, дорогие друзья? В Шульханарухе сказано «Стол подобен жертвеннику, жертвенник продлевает жизнь человека, и стол продлевает жизнь человека, искупает его грехи путем исполнения заповеди гостеприимства, которое стоит выше даже принятия шхины». Итак, наш закон утверждает, что стол похож на жертвенник, когда за ним едят гости. Это искупает прегрешение хозяина дома и, следовательно, удлиняет его жизнь. Во время храма, когда человек совершал жертвоприношение, Творец прощал ему его грехи. Так и сейчас, когда человек жертвует чем-то своим, например, разделяет трапезу с ближним своим, стол становится похож на жертвенник. Каббала объясняет, что трапеза – это вид служения Творцу. В ней сказано, что благодаря силам, полученным от еды, человек учит Тору и молится Богу. И тогда жизненная энергия пищи восходит ко Всевышнему, как жертва всесожжения. Давайте рассмотрим про кровь, про которую мы с вами уже сказали. На иврите «дам» или «домем». Она является основой жизни биологического организма. «Домем» в переводе севрит означает «неживой», то есть духовно неживой уровень. Дело в том, что на духовных ступенях есть неживой, но духовно неживой не находится даже на таком уровне. Поэтому любая кровь необходимо полностью исключить из пищи. Для этого предназначены законы каширования и удаления крови из организма животных. Выполнение заповедей на материальном уровне и в принципе олицетворяют два действия. Запрет на использование эгоизма и действия, когда мы ставим своим свойством отдачи выше нашего эгоизма. Как мы уже с вами говорили, уровень молхут. Для приготовления нормальной кошерной пищи в первую очередь надо убирать из нее все, что относится к свойству молхут. Поэтому недостаточно только правильно забить и удалить кровь из животного. Сначала надо определить, является ли оно пригодным для употребления, кошерное ли оно. Дело в том, что некоторые виды животных, которые не имеют признаков олицетворяющих духовные свойства, нельзя употреблять в пищу. Прежде всего используются жвачные животные, имеющие замкнутый цикл пищеварения, символизирующие обратную связь. Другим признаком являются раздвоенные копыта, как символ правой и левой линии. Из морепродуктов употребляются только рыбы, чешуей и плавниками. Что касается растений, то можно использовать плоды, снятые с деревьев старше трех лет. А урожай собирать только с того поля, которое имеет края, пи-от, ограничивающие поле. Кроме того, раз в семь лет поле должно проходить очищение, то есть земле дает отдыхать, ничего не сей на ней. Коширование животных происходит следующим образом. После того, как забивают скотину правильным способом, так чтобы она не чувствовала боли, и выпускают из нее кровь через сонную артерию, необходимо разделать ее. Сначала ее нужно засолить, так как соль вытягивает остатки крови. В тушке животного есть части, которые нельзя употреблять, а те, что можно, должны проходить дополнительную обработку. Нельзя употреблять сырое мясо, только вареное, жареное или тушеное. При этом есть четкие указания, сколько времени оно должно вариться, как жариться, чтобы в ней не осталось ничего похожего на кровь. Иными словами, мы обязаны поднять его на уровень, который действительно соответствует свойству отдачи. Если перевести этот рассказ на наши свойства, тогда мы начнем понимать, какие исправления должны производить мы в себе. Что жарить, что нельзя свежим есть, каким образом переворачиваться в себе, в огне, сбоку, на бок и так далее. И только потом можно определять это для человека в себе. То есть все это делается только во имя человека, а не против него. Все эти миры, духовные, растительные, животные, происходят все таким образом, чтобы служить на пользу в человеке, то есть у нас. Этого я нам всем и желаю. Браха веатслаха. Много сил. Мира во всем мире. Шалом ваш Равин Каплан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok